Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня такой вот свободный формат видеовыпуска. Соответственно, напишите мне в комментариях, как вам в кабинете ЛПК. Сегодня я ушел сюда, потому что очень много людей в клинике. Надо продолжать снимать видео. У меня как раз появилось огромное окно. У нас осень, и люди отменяются, отменяются пациенты. В общем, есть возможность снимать, но это единственное тихое место, куда я могу пока уйти. Значит, в чем суть? Сегодня интересный выпуск. Сегодня мы будем разговаривать о протеине. Протеин всему голова. Протеин это, наверное, такой крылоугольный камень, качалочки. Соответственно, очень-очень его любили есть в качалках 90-х, начал двухтысячных, и даже, по-моему, сейчас любят. Дорогие друзья, советовал ли вам тренер пить протеин? Возлагали ли вы надежды на белковую продукцию? Пьете ли вы протеин сейчас? Поделитесь, пожалуйста, этой информацией. Пока мы не начали диалог, прям можете поставить видео на стоп, написать мне внизу комментарий. Мне будет очень интересно узнать, вот на момент сейчас, кто пьет протеин. Потому что для меня, конечно же, употребление протеина в больших количествах – это архаизм. Не то, чтобы это было вредно, но это и не шибко там позволяет как-то набрать супер кучу мышцы. И, соответственно, напишите мне вообще, как считаете вы, верите ли вы в этот протеин, сколько вы набрали мышц на протеине. Напишите вот от того момента, допустим, за месяц, сколько, если вы разгонитесь, можете набрать мышц на протеине. Сколько я наберу с банки протеина? А мы с вами сейчас обсудим, как же понять, пить протеин или не пить, и какой протеин должен быть. Итак, дорогие друзья, для того, чтобы понять, пить вам или не пить протеин, нужно понять несколько вещей. Во-первых, есть ли у вас повышенный расход белка, есть факторы повышенного расхода белка. Соответственно, нужно понять, есть ли у вас факторы, во-первых, повышающие расход этого самого протеина, ну, то бишь обычного белка. Первый фактор – это повышенные физические нагрузки. Если вы только начали ходить в зал, очень маловероятно, если вы питаетесь 3 раза в день, соответственно, и даже 2 раза, может быть, в день вести при этом 40-60 кг, да, очень маловероятно, что вам не хватит этого белка. А его медицинская норма белка – 1 грамм белка на килограмм тела потребления в день. Вот, то есть, если вы по 20 грамм за раз съедаете, а белок на 100 грамм продукта, допустим, в грудке, каком-нибудь мясе, примерно 20 грамм белка содержится на 100 грамм мясного продукта. Ну, это приблизительно, плюс-минус, там, рыбе чуть меньше. Например, ну, и, соответственно, там, по-моему, чуть меньше в говядине, что ли. Там какие-то прям микроскопические разницы совершенно-совершенно ни на что не влияющие. Значит, что для нас еще интересно. Вот приходит человек в зал, да, встречает тренера, тренер ему тут же сажает его на курс анбалических стероидов, и здесь действительно употребление анбалических стероидов, как и много других каких-либо анбалических средств, некоторых препаратов, некоторые заболевания, да, которых человек должен употреблять, может повышенно вести к повышенному расходу белка. Такое действительно есть. Это все-таки редкость, но мы, врачи, чаще с этим сталкиваемся. Вот, поэтому, если вы, конечно, на курсе анбалических стероидов, ну, без вопросов, вам белка нужно есть побольше. Ну, опять же, не более 2 грамм на 1 килограмм тела, на мой взгляд, больше есть бессмысленно. Более того, скажу, что бодибилдеры, которых я, ну, достаточно много знаю, очень профессиональные, они, спустя завершив свою карьеру, многие соревнователи уже, да, спустя какое-то время отказывались от вот этого вот мифа из 90-х, что нужно есть по 4 грамма белка на килограмм тела, постоянно пить этот протеин, но в этом нет никакого смысла. И чтобы как-то, соответственно, подитожить, да, что у нас еще, то есть нужно же, можно же взвесить, соответственно, сколько держит грамм. Нужно же понять, есть у вас дефицит белка или нет дефицита белка. Как понять, тренер прав или тренер неправ? И вы можете просто системно общий белок в крови сдавать, и как только он начнет системно у вас падать, проседать, ну, просто он там чуть-чуть просел, да, вы видите, что каждый раз, когда вы сдаете, его становится меньше, допустим, каждую неделю вы его сдаете, вы увидели, что его становится меньше. Можно, чем меньше белка становится у вас, тем больше прибавлять, наращивать прием протеина. Все, что, соответственно, если вы потребляете ядро протеина, и вы сдаете общий белок, вы видите, что он у вас, ну, в небесах, да, ну, может быть, вам задуматься все-таки, вы же понимаете, вы лишний белок организм должен выводить, перегружать почки там, или в кишечнике он будет у вас также в ните, этот лишний белок, вызывать сиборг кишечники, синдром избыточного бактериального роста. Вот, поэтому, ну, посмотрите общий белок в крови и накидывайте из разряда столько, сколько нужно, да. Не нужно как-то стараться этого протеина есть килограммами, пачками. И игнорировать прием белка тоже, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно, потому что некоторые люди, есть категории людей, кто в силу своих привычек питания, да, они несколько не добирают белок. Поэтому вот есть две крайности, и чтобы понять, кто прав, соответственно, врач, который решил перестраховаться, и консервативные врачи, особенно в поликлиниках, ой, нет, не пейте вы этот протеин, зачем вам это надо? Или, соответственно, человек, который работает каким-то, тренером, говорит, пей этот протеин пять раз в день. Главное, есть это больше белка. Перед сном. Вот, соответственно, чтобы это различить, нужно как-то нам понять, сколько у нас общего белка. Значит, очень часто советуют протеин, бывает сыворочной, и, соответственно, так называемый казеин, то есть, ну, условно, короткий и такой длительный протеин. И вот казеин очень часто советуют пить на ночь тем, кто испытывает голод. Соответственно, вот если вы испытываете голод, и вам нужно наесться в ведро какого-нибудь салата и запить это протеином, то вам нужно сдать все-таки инсулин. Скорее всего, у вас не все в порядке с инсулином. Напоминаю, что средние цифры от инсулина, да, это 5, ну, максимум, там, 7 это предел. Соответственно, 10 современный референс есть у лаборатории. Он, как бы, не у всех, но, короче, есть у некоторых лабораторий. Мы не будем здесь рекомендовать рекламировать, у каких. В общем, кому интересно, приходите на онлайн-консультации. И вот это десятка, это вот пик. После десятки, по факту, уже нарушения начинаются. Очень часто мы видим чувство голода у людей, у которых инсулин выше 10. Поэтому меряйте, соответственно, инсулин. Скорее всего, чувство голода у вас, вот этого специфического, это из-за нарушения поджелудочной железы. Ну и вообще можно сдать прям индекс HOMO-IR, можно сдать амилазу, панкреатическую ластазу в калии, липазу, гликированный гемоглобин, проинсулин. Соответственно, все это дело сдать и, соответственно, вообще посмотреть, как работает поджелудочная железа. Потому что вот эта вот история очень часто, очень даже поджелудочная. Вот, соответственно, ну это не повод заваливать кишечник на ночь, потому что, повторюсь, ночью. Перистальтика, ну там что-то идет, но все равно это не как ежедневно, да, вы ходите, да, и она активная. Не такая активная перистальтика, не такие активные процессы всасывания все равно. Я понимаю, что что-то там всасывается даже ночью. Но гораздо хуже. Поэтому, если вы не бодибилдер, который готовится на Олимпию, это не повод, соответственно, вызывать, рисковать и, возможно, вызывать. Опять же, не скажу, что у всех, но есть риск развития синдрома избыточного бактериального роста. А если у вас будет бактериальный рост, вот ваши замечательные протеин, все витамины и прочее, начнут жрать бактерии, которые у вас появятся в кишечнике. Я об этом снимал отдельные кучи выпусков. Пожалуйста, смотрите про того же Осипова, вы не смотрите. И, соответственно, все это можно замерить, измерить. Может, у вас уже есть его. А вы там этим протеином, соответственно, еще его и засыпаете, и вызываете процессы отниения. Поэтому логичнее сдать ХМС по Осипову, логичнее сдать анализ на общий белок, там, на инсулин, все вообще, понять, как это работает в вашем организме, а потом сыпать вам или не сыпать протеин. И когда протеин назначают, вы просто кровь из глаз просто пейте протеин, потому что это полезно, пельцов с ним растет. Ну, ребят, мы в 21 веке, я не знаю, такое ощущение, что у вас не просто нет образования, кто назначает на глазок. Вы даже в школу не ходили, интернетом не умеете пользоваться. Информация на поверхности. Существует лаборатория. Вот вы, если на любой сайт лаборатории сейчас зайдете, вы увидите, что там весь анализ, все простым человеческим языком описаны, что и для чего. Ну, посидите, ну, почитайте, изучите этот вопрос. Не надо начать съемать протеин. Ну, пельцологи любят это делать. Любят делать сектанты, продающие протеин по типу, там, каких-то лайфов, мегалайфов каких-то. Кто с этим сталкивался, напишите мне. Значит, в комментарии это очень забавно просто у них. Я по молодости, они хитростью как-то сзывали. Приходишь, они там продают косметику, протеины, призывы все это использовать. Тонными, естественно, чтобы быстрее закончилось, и вы купили снова. Какой-нибудь соевый протеин, ужасный, который мужчинам, кстати, вообще нельзя пить. стоит, там, да, по три тысячи килограмм, когда его стоимость в обычном магазине, да, своего протеина, кошмарного, пятьсот рублей тогда была. Вот, это тот же Атлант, напишите, кто помнит Атланты. То же самое продавали, только за три тысячи рублей. Вот, и, соответственно, вот эти призывы все пить вместе протеин, они совершенно, ну, в современное время, да, на 2022 год неактуальны. Почему? Потому что есть лаборатории. Еще 10 лет назад эти лаборатории, если и были, не давали такой объемной информации. Конечно, мы все протеины эти пили на глазу, и гормоны люди многие пили на глазу, и ситуация была другая, сложнее было сдать анализы 10 лет назад. Просто информации, какие анализы сдавать, было меньше. На сегодняшний день на моем одном канале куча видеозаписей, да, общее количество видеозаписей на канале YouTube показывает 600, ну, я думаю, что какое-то количество из них будет информативно для вас, полезно, там про анализы есть, куча я доснимаю сейчас про анализы. Поэтому, дорогие друзья, занимайтесь ерундой, сдавайте анализы, самообразовывайтесь, и, в общем-то, я жду на своих онлайн-консультациях, и желаю вам здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok